Пять проектов стали претендентами на право быть реализованными. Каждый по своему интересу, но самое главное, важен, необходим. Пусть и не всему городу, а только небольшому микрорайону, поселку или деревне. В Московской области таких программ, проектов реализованы не было еще. Поэтому мы здесь первопроходцы. Мы считаем, что реализация данного проекта на территории нашего муниципального образования для нас очень значима. Потому что она повышает активность жителей, участие в реализации тех вопросов местного значения, которые лежат на органах местного самоуправления. Финансирование реализации проектов будет складываться из трех частей. 10% жителей, 10-15% из бюджета поселения и остальное из районного бюджета. Илья Короленко из Калиновки, представитель инициативной группы по проекту создания детской и спортивной площадок, сказал, что в их деревне проживают около 300 семей, более 50 – многодетных. В настоящее время на их территории нет подобных объектов. 2,5 миллиона рублей. Его стоимость – это подготовка площадки полностью в соответствии с ГОСТами, то есть внешнее освещение, защитное ограждение, резиновое покрытие. К слову, от городского поселения Горки-Ленинский было выдвинуто 4 проекта, еще 3 из микрорайона Купеленка. Известно, что новостройки не только густонаселены, там явно ощущаются проблемы с парковками и детскими площадками. Так, один из проектов был направлен на решение вопроса парковочного пространства. В зимнее время у нас вот такая вот ситуация, так как парковочных мест не хватает, люди стоят вдоль дороги, а выезд очень узкий, и у нас постоянно создаются пробочные ситуации. Сразу два проекта были предложены купеленцами по возведению детских и спортивных площадок. Александр Козыренков, защищая инициативу своих соседей, рассказал, что в их микрорайоне живут люди активные. Все давно уже подружились, вместе устраивают спортивные и праздничные мероприятия. И для этого им нужны две площадки. Все инициативы своих жителей поддержала руководитель администрации городского поселения Горки-Ленинские Светлана Литвинова, отметив, что ценность этих проектов в том, что когда жители сами участвуют в их создании, отношение к объектам будет бережнее. После окончания презентации конкурсная комиссия определила, на какие из проектов стоит выделить бюджетные средства. Вопрос обсуждался долго, но на результат повлияли требования положения конкурса. Поэтому было решено, что возможность реализации в ближайшем будущем получат четыре проекта. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.